Ура, друзьяшки! Мы дождались лета 2018. Теперь можно перестать бояться его просрать. Перейти к делу, начать его просирать. По примеру Михаила Попова, который оставил рандомный комментарий к прошлому выпуску. Вот только, э-э-э-э, сиськи новые на фон поставлю. Ребята, мне кажется, я нашел достойного кандидата на победу в Евровидении 2019. Ну, слушайте, пес намного талантливее, чем, ну, например, Егор Крид. А главное, его можно жмакнуть в нос, чтобы выключить. Правда, ненадолго. Ох, это его пение будет во мне ностальгию. И оно такое проникновенное, такое тоскливое, как будто пес только что узнал, что не все собаки попадают в рай. Напоминает меня, когда я стукнулся мизинцем на губы. Еще напоминает срач, который развели вокруг трейлера Баттлфилда 5. Типа, «Женщины не воевали на фронте, это не настоящая военная форма, они делают из Баттлфилда еще один афер-вотч». Плюс песа звучит один в один, как любой зритель Ютуба, страдающий от того, что уже целый 21 день не видел на этом канале рекламу викингов. «Я устал так страдать». А вообще, в следующий раз, когда у вас в автобусе в наушниках зазвучит любимая песня, не спешите подпевать. Вы со стороны можете звучать как-то так. Это хорошо. Есть эта категория вещей, на которые смотреть противно, но оторваться не можешь. Очко кота, целующиеся бомжи-гомосексуалисты, вот этот парень. Как он чувственно исполняет гимн своей страны. Мне нравится. Хочу, чтобы он играл на моих похоронах. Вы же понимаете, о чем я говорил про невозможно оторваться, да? Ну, то есть, нельзя не признать, что он хорошо играет. Виртуоз, можно сказать, как реинкарнация Авичи. Вообще, очень удобно уметь играть на подмышке. Ну, то есть, получается, что у тебя инструмент... Всегда под рукой. Это музыкальный инструмент? Зато на его концертах можно непалевно подпевать. Если вы понимаете, о чем я. И представляю себе целый африканский камерный оркестр с виртуозами игры на подмышках, на суставах, легендарными чпокателями и, конечно же, эпической ритм-секцией. Они могли бы внести в свой репертуар песню про дядька Трахача из Южного Парка. Да что там и Despacito отлично бы получилось. Вообще не отличить! Благодаря этому видео я смогу объяснить соседям, что вечерами занимаюсь музыкой. Отрабатываю коричневые ноты. И это хорошо. Рептилоидная пчелопаха-пудра. Пчелопаха именно с этим ником Прислала нам на Следующее великолепное видео Неужели домой приехал Машины все грязные Что там у нас под ковриком Это что за хрень Здравствуйте Меня зовут Максим Из компании Reflame Прошу вас ознакомиться А ты хорошо день шел Сука Вау, режиссер этого ролика что, Шья Малан? Ну я к тому, что это достаточно неожиданный поворот сюжета Ну что, представитель Reflame парень, а не девушка Это что за хрень Здравствуйте, меня зовут Максим Из компании Reflame Прошу вас ознакомиться Пиздец А ты хорошо день шел Сука Ну, спрятанный под ковриком кокаин у этих пацанов уже точно закончился Что же, спасибо, ребята, за топливо для моих кошмаров на ближайшие пару лет Здравствуйте Меня зовут Максим Из компании Reflame Теперь Максим мне будет мерещиться в каждой щели Под кроватью ночью вместо монстра Максим пытается загнать не новый тональник и дешевый консилер У сантехника и штанов, когда тот нагнулся Вот именно Максим будет мне каталог и пробник протягивать А во время секса Я вообще молчу Придется, ну, как и прежде, им не заниматься Это что за хрень? Хотите поговорить о господи нашем боге? Пиздец А ты хорошо день шел Сука Если бы у меня был друг Максим из компании Reflame Я бы его, наверное, так же не задумываясь вместе с остальным мусором смел бы под коврик Вы же сами знаете, эти ребята такие надоедливые Прямо как эти имейлы в последнее время Это что за хрень? Мы обновили свою политику конфиденциальности Блин, это видео просто идеальный сетап для мемчика Тут даже можно вставлять что угодно Это что за хрень? Передайте за проезд, пожалуйста Или... Или даже Вообще, чтоб такого не случалось Шлюха должна быть мёртвой и в багажнике, а не под полом Ну, а по поводу вкуса автора в шлюхах я вообще молчу Это что за хрена? Смотрите, какая уродливая. О, я вам что сказать-то хотел. На этих выходных с 1 по 3 июня будут новые стрим-каникулы. Не пропустите лучшее начало лета, там буду я, и я, и я, и Аляша, я знаю, вы ее очень любите. Ну и еще другие всякие куча стримеров будут вместе. Мы будем стримить все выходные нон-стопом, 24 на 3, так сказать. Так что настраивайте свои твич-приемники на канал StreamHolidays, увидимся там. И это хорошо. Показывайте этот выпуск своим друзьям, будьте хорошими, прилежными, активными зрителями, переходите по ссылочкам в описании. Это нам действительно очень важно. Ставьте лайкусики. Это пропуск моей трусики. Не сложно, мне приятно, это сиськи в конце. А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А. Продолжение следует...